Ну а теперь к другим темам. В столице Приволжья, похоже, вновь появилась недобросовестная туристическая компания. К нам в редакцию обратилась Нижегородка, которая попала в довольно сомнительную ситуацию. Выиграла в лотерею, отдала своей кровной и начала готовиться к отдыху. Но не тут-то было. С пострадавшей и так и не отдохнувшей Нижегородкой пообщалась Анастасия Шибашова. Собиралась отдохнуть в теплой стране, а вместо этого пишет заявление в полицию и прокуратуру. Сейчас девушка не хочет показывать лицо и называть свое имя. Опасается уже всего. В турфирме ей предложили поучаствовать в лотерее. Победа далась легко. Главный приз – отдых в Таиланде или Испании с 50% скидкой. Но чтобы воспользоваться таким уникальным предложением, было необходимо сегодня же заплатить 45 тысяч рублей. И начинать планировать отпуск в любое время, в любом отеле и при этом без дополнительных плат. Деньги девушка нашла быстро и сразу передала представителям турфирмы. Но на деле оказалось, что стала жертвой самого настоящего лохотрона. Выходим оттуда, приезжаем домой, открываем отзывы об этой ферме. Написано, что очень плохих лохотрон, мошенничество, разводят конкретно. То есть путевка встает не в 50, а в 3-4 раза дороже получается эта путевка. Когда Нижегородка поняла, что ее могут обмануть, она решила забрать свои деньги. Но в турфирме ей согласились вернуть только часть суммы. Остальные деньги пошли якобы на услуги. Но какие – девушка так и не поняла. Отель она еще не выбирала и путевку не бронировала. А эти средства, по сути, просто аванс за предстоящие путешествия. Написав жалобу, она в очередной раз отправилась в турфирму за справедливостью. По многочисленным отзывам в интернете скрылась еще одна интересная деталь. Те, кто все-таки решают воспользоваться услугами этой фирмы, по прилету сталкиваются с новыми денежными вопросами. 500 долларов туристы должны оставить в залог своего хорошего поведения. Если они ничего не сломают, то эти деньги им должны вернуть. При заезде в отель оставляют 500 долларов. И в итоге придумываются всяческие причины, чтобы им не выплачивать эти 500 долларов. В итоге они не выплачиваются, люди, конечно, хотят домой уехать. В итоге уезжают и оставляют эти 500 долларов прямо в отеле. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно быть просто внимательнее. И прежде чем отправляться в турфирму, зайдите в интернет и почитайте отзывы. Порой здесь можно найти много чего интересного. Как не стать жертвами мошенников у нас в Нижнем Новгороде, в принципе, можно посоветовать. Первое, посмотреть на историю этого агентства. У каждого агентства должен быть свой сайт. Посмотреть, когда этот сайт был изготовлен, во-первых. Есть на всех сайтах раздел о компании. Я вот заметил, что во многих таких сомнительных сайтах в этом разделе не написано о компании. Также необходимо внимательно читать договор и записывать каждый свой шаг. Отдали документы на оформление, пусть взамен вам выдадут подтверждающую бумагу. У вас особые требования к номеру в отеле, пусть это тоже будет прописано в договоре. В любом случае, прежде чем расплачиваться, необходимо уточнять за что, в каком порядке. И желательно, конечно, с собой брать кого-то из знакомых, родственников. Каждое лето сотни тысяч рублей туристов оседает в чужих карманах. Будьте внимательнее и остерегайтесь мошенников. Анастасия Шибашева, Александр Батраков, Служба новостей город.